Всем привет! Сегодня мы отправились в гипермаркет животных. Магазин Диозо. Итак, пройдем. Что он себя представляет? Это отделы всяких животных. Кошечки, собачки, рептилии. И самое большее меня интересует это отдел аквариумистики. Также здесь есть ветеринарная аптека. Здесь представлено много товаров для кошек и собак. Но меня интересуют животные, которые здесь находятся. Итак, здесь представлены попугайчики, грызуны. Сейчас пройдемся, посмотрим их поближе. Это стеклянный вольер. Здесь у нас находятся кролики. Сейчас посмотрим вокруг. Итак, вот наш кролик. Привет, кроль! Как дела? кролик отдыхает и внимания особо не обращает. Кролик, кролик, кролик! Но мы до него достучались. Но он почесался и лег дальше отдыхать. Дальше у нас попугаи. Если не ошибаюсь, коррелла. Нимфа, коррелла. Как-то так называются. Тоже довольно так и симпатичные попугайчики. Небольшие. Здесь хомячок, мышка на водопое. Другие грызуны. И также здесь я заметил спортсмена. Представил себя на беговой дорожке. Бежишь-бежишь, а конца нету. Дальше я их называю цветные воробьи. Да, это волнистые попугайчики. Также меня умилила шиншилла, которая таким образом отдыхала между стеклом и своей полочкой. Видать ей удобно. Ну, в принципе, пробежались по этому отделчику. Пройдемся дальше. Дальше у нас в самом конце, возле ветеринарной аптеки, находятся уже отделы аквариумистики. Здесь представлены искусственные декорации, фильтра, фоны, компрессоры, препараты всевозможные, аквариумы с тумбочками на любой вкус и цвет. Я вначале прошелся, мониторил цены. Сейчас с вами пройдусь. Затем посмотрел в интернете. У них, в принципе, есть свой сайт. Если кому интересно, не запоминайте цены, потому что съемки велись три недели назад. Возможно, они уже не актуальны. Наберите Диозо в интернете и посмотрите на цены на разнообразие товара. Здесь есть что-то дешевле, что-то дороже. Ну, в принципе, вот такие цены здесь фигурируют. Для сравнения, кто в курсе, плюс-минус ценник знает. Кто собирается на крупную покупку, может, в принципе, сравнить ценники. Я думаю, они остались в этом диапазоне. Плюс-минус, я думаю, ничего не изменилось. Здесь очень большой выбор. Ну, в принципе, сейчас насчет выбора в больших городах проблем нет. Дальше у нас идут рептилии. Змеи. Потом ящерки. Они отдыхают. Везде оформлены черепушки какие-то, пустыня. В принципе, как мы себе это и представляем. Может, не все, а большинство. Это пустыня, змеи, пауки, черепа. Что-то в этом роде. Вот очередной череп. Я даже не знаю. Ну, скорее всего, декоративный. Я не думаю, что он настоящий. Внизу черепушка. Везде пустыня. И здесь, возле уже располагаются наши любимые аквариумы. Здесь водопадик. И здесь вообще была пустота. Не видел даже ни одного консультанта. Вот я увидел наконец-то первого. И вот аквариумы выставочные здесь представлены. Немного, конечно, неухоженные, но довольно так и приятные. Возможно, цветовой день у них тут продолжительный. Из-за этого появляются водоросли. Ну, я люблю проходить мимо аквариумов. И по минут пять уделяю им, когда их большое количество. Когда маленькое количество, могу вообще залипать значительно большее время. Мои любимые скалярии. Какая... Дискус какой-то обиженный в углу сидит. Это водопадик, который мы изначально посмотрели. Вот так он выглядит вблизи. Я уже не первый раз обращаю внимание в зоомагазинах. Делают вот такие каскады, в которых растут растения. Как витрина для растительности. Ну, считаю, довольно так и неплохо выглядит. Дальше пробежимся уже по самим рыбкам. Посмотрим их название. Видим, что есть рыбы, которые варьируются цена не только от вида, но и от размера. Что, в принципе, закономерно. Свет здесь специально выставлен голубенький, чтобы Glowfish себя проявляла во всей красе. Фоны тоже здесь сделаны все голубые. Я у себя пытаюсь тоже... Взял клейкую Aracal пленку. И, в принципе, ей проклеиваю фоны. Я тоже считаю, на голубом прилично смотрится. Определенная рыба может смотреться на черном фоне. Это дискуссы могут смотреться. Вот тетрадончик. Все хочу завести себе эту рыбку. Кто-то после птичий рынок в Москве, топ рыб покупателей и продавцов, написал в комментариях, тетрадон у него тоже любимый. Я смотрел американский YouTube-канал. И у него тоже на заставке. И логотип тетрадон. Я наблюдал, как он лопает улиток. Интересная рыба. Ну, своеобразным характером. Так что ж, она ко всем не подойдет. Надо изначально изучить, выделить ей место. И, я думаю, можно поселить у себя данный экземпляр. Вот наши золотушки. Многими любимые. А многие, наоборот, относятся к ним с осторожностью. Купив в начальной стадии в маленький аквариум, они понимают, что это корова, которая кушает все растения и гадит. Но, есть у золотых рыбок своя изящность, своя красота. Это барбусы тоже, Glowfish. И, одна из любимых рыбок моих, это неончики обычные. Также мне нравятся красные. Вот как раз и красные неоны. В каком-то из зоомагазинов наблюдал такую картину, что там красные, голубые, черные, еще какие-то неоны. Все в одном аквариуме находятся. И цена у них одна и та же. То есть, 70 или 60 рублей. Я еще удивился. Я говорю, а у вас голубой неон и красная одна цена? На ней говорят, ну да. Я говорю, так в действительности красный неон стоит раза в три дороже голубого. Они говорят, ну это пока места есть, сейчас я знаю. Говорят, а я отхожу, хотя это сетевой магазин. Продавцы типа не знают ему цены. Он в углу дохлая рыбка, если я не ошибаюсь. Золотушка. Видать, нету времени. Или недавно умерла. Все бывает, конечно. И у меня бывает, умирает рыба. Я думаю, у каждого была проблема в той или иной степени. И с болячками были проблемы. Интересно, кто как борется с болячками в своих аквариумах. Отпишитесь, будет интересно. Также можете в очередной раз дописать ту рыбу, которая вам интересна. Возможно, можно будет снять по этой рыбке отдельный ролик, если он еще не снят. Как вы обратили внимание, на канале я пытался запустить онлайн-трансляцию по скаляриям. Первый день они просто сидели на икре. Второй день уже начали пытаться перетаскивать икру. Третий день уже перетащили личинку на другой листочек. Но онлайн-трансляция не задалась. Вначале думал, что пойдет. Но многие начали критиковать. Многие, конечно, и поддерживали этот проект. Но я думаю, надо его закрывать. Что вы думаете об этом? Отпишитесь. Но мы не про это. Мы продолжим смотреть на цихлид. Тоже цихлиды весьма интересные. Говорят, Glowfish вытеснили цихлид. Я не помню, или дядя Вася. Харьковский блогер аквариумистики в недавнешнем видео спрашивал у продавца. Он был один из продвинутых цихлидников. И говорит, что перешел. Цихлиды стали менее коммерческими. Именно в их регионе из-за Glowfish вытеснили. Раньше с цихлидами, именно с маловийцами, если я не ошибаюсь, или танганики, не могли сравниться никакие рыбки по цветовой вариации. Ну, несмотря, конечно, наверное, с дискуссами. Ну, дискуссы более прихотливые. Хотя цихлиды тоже своеобразная рыба. Может и подраться, вот как видим. Хотя это барбусы, да? Видели в предыдущих кадрах, как цихлиды друг друга постоянно гоняют. И говорят, если цихлида не дерется, значит, это больная цихлида. Если не дерется и не кушает. Так она постоянно в агрессии. Это Данюшка, все цвета радуги. Мы обратили внимание, что там и Лабио тоже. Уже и Glowfish везде продвигается. Говорят, есть эскалярии Glowfish, но они только в США. И если вы попытаетесь вывезти, там вплоть до тюремного срока. То есть, это коммерческая рыба, которая находится на продаже и запатентована какой-то фирмой в США. И достать или перевезти ее сейчас нет возможности. Вот представлены мини-аквариумы с петушками. Каждый аквариум оформлен по-своему. Свои подсветки. И тут в гордом одиночестве подтосывают, отдыхают петушочки. Это такой цихлидник в виде пустыни. Где рыба дрейфует в своих широтах, прячется между скал. И вот суамик парчевый. Многие, покупая обычного маленького анциструса, попадаются в такую передрягу. Как в Яралаше купили хомячка, да? И приходит потом мужчина с медведем, говорит, что вы мне за хомячка купили. Такая же ситуация возникает и с прилипалой. С анциструсом. Вот петушок беленький. Можно его назвать альбиносом. Тоже красавец. Ну, в принципе, мы прошлись по всему отделу. Конечно, места тут очень много и товара много. Но, кажется, так пусто. Из-за вот этих больших потолков громадных, из-за больших пространств. И вот, мне тоже нравятся нано-кубики, если красиво оформлены. Всё, будем прощаться. Подпишись, лайк поставь на канал Акваджонни. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok